Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своей покупке сайта iHerb. Я очень долго думала о том, заказывать с этого сайта или не заказывать, потому что очень часто слышала от девочек такие отзывы, что они заказывали посылки, но они им почему-то не приходили, терялись как-то. Но в итоге я решилась, заказала посылки, целых две, и третья на подходе. Поэтому если вам интересно узнать, что же я заказала, и узнать мое мнение об этом, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Первое, что я заказала, это вот такой лосьон, не буду коверкать название, напишу внизу. Написано, что он с огурцом, также с алоэ вера, он увлажняет и освежает ваше лицо. Я этим лосьоном уже успела попользоваться, как вы видите, совсем чуть-чуть, но успела. Очень хороший лосьон. Я не могу сказать, что он как-то очень сильно увлажняет лицо, потому что в нем нет никаких масел. Еще забыла сказать, что у него очень классный запах, пахнет действительно огурчиком. И следующее, что я приобрела, это вот такой вот энзимный пилинг для лица от фирмы Alba Botanica. Не могу сказать об эффекте, потому что я им пользовалась всего лишь два раза, но что мне понравилось, что он действительно очень хорошо отшелушивает лицо, несмотря на то, что в нем не так много скрабирующих частичек, да, я не знаю, увидите вы или нет, а в основном я вижу крем какой-то, ну, не так много, как и в обычном скрабе. У него очень приятный запах, такой, знаете, какой-то свежести. Поэтому в дальнейшем, если я увижу какие-то результаты, я обязательно о нем вам расскажу. И следующее, что я приобрела, это вот таких вот два масла от фирмы Aura Cassia. Первый, первое, это масло сладкого миндаляя, а второе масло, это масло жраба. Пока не открывала это масло, но пользовалась маслом сладкого миндаляя, и он мне действительно понравился. И следующее, что я приобрела, это вот такое вот масло от Jason, вернее, это не масло, а витамин Е. Я пока им не пользовалась, но я попробовала его текстуру, он достаточно такой густой, этот витамин Е. Возможно, в ближайшее время его попробую и тоже расскажу потом о своих результатах. И следующий продукт, тоже от фирмы Jason, это вот такой вот крем с витамином Е. Мне он очень понравился, я уже о нем рассказывала. Очень густая консистенция, но несмотря на это, лично на моей коже он быстро впитывается. Я бы его не советовала наносить перед макияжем, но на ночь это просто идеальное средство, у кого лицо сухое, стянутое именно зимой. Меня оно очень, это средство спасает. Следующая моя покупка, это вот такой вот лосьон для тела от фирмы Nubian. Написано, что это лосьон с молоком и чаем. Запахом, наверное, молока и чая и с экстрактом розы. Тоже им пока не пользовалась, но понюхала его. И достаточно такой приятный запах. Знаете, ну не пахнет чаем, не пахнет молоком. Ну и розы тоже. На самом деле, не знаю, что у него, какой запах, не могу его описать. Просто приятный такой запах. Написано, что он какой-то супер питательный, супер увлажняющий, с различными маслами. Тоже попробую, тоже обязательно скажу. И следующее, что я заказала, это зубную натуральную пасту. Первая паста от фирмы Real Purity. Написано, что это натуральная паста с дикой мятой. Вот так выглядит его упаковка. Здесь 177 мл, достаточно большая упаковка. Очень удобный дозатор. То есть, в принципе, вот так вот она стоит и очень удобно выдавливать на щетку. Пользовалась, понравилась. Действительно хорошая паста. Следующая паста. Вот такая вот с пчелкой. Тоже не буду коверкать название, напишу внизу. И выглядит упаковка вот таким вот образом. Не знаю, по-моему, очень интересная и необычная. Единственное, у этой пасты не очень приятный запах. Пахнет, на мой взгляд, какой-то гвоздикой. Прополис я там тоже не очень сильно чувствую. Чайным деревом не очень приятно. Но эта паста безумно-безумно полезная. Поэтому, опять же, потом все расскажу. И последнее, что я приобрела, это вот таких вот два лака от фирмы Nutra Nail. Написано, что они какие-то натуральные, но вряд ли полностью натуральные. Но главное, если отсутствует формальдегид. Этот лак с трактом зеленого чая. Написано, что он продлевает ваш маникюр. Опять же, не пользовалась. Как видите, все еще запечатано. И второй лак. Это верхнее покрытие, чтобы лак, опять же, дольше держался. Думаю, что это хорошее средство. Я надеюсь на это. Потому что, если действительно они мне понравятся, я буду очень-очень рада. И буду их покупать очень-очень долго. Потому что у нас, в Москве, по крайней мере, я ни разу не видела натуральные лаки. Не то чтобы натуральные, но хотя бы с более-менее нормальным составом. Поэтому, опять же, попробую и все вам расскажу. Это все, что я купила. То, что мне пришло. У меня еще осталась одна посылка, которая придет. Там я заказала разные шампуни. Поэтому обязательно будет вторая часть этого видео. И надеюсь, вам было интересно. Всем пока и до новых встреч.